Добрый день, коллеги! Добрый день, участники! Да, моя тема где-то перекликается с темой, то, что сейчас рассказывала Оксана, но мой взгляд чисто вот корпоративного юриста, который возможно даже вот европейская бизнес-ассоциация, она уже работает с существующими инвесторами Украины, нежели с теми, которые вот только нащупывают. Мы же такие индикаторы того, того, что только нащупывается, потому что в первую очередь, когда инвесторы заходят в Украину, они обращаются в юридические первые для того, чтобы основать компанию или провести инвестиционную сделку, и как раз о инвестиционных сделках мы сейчас и поговорим. Говорить мы будем о рынке слияния и поглощения, это моя специализация, и этот рынок достаточно динамичный в целом, но даже в нормальных условиях, не говоря о том, что вот пандемия, конечно, внесла серьезные изменения в него. Во время пандемии мы продолжали консультировать своих клиентов с учетом ситуации, новых требований, вырабатывали там специальные решения для того, чтобы достигались результаты, которые поселены наши клиенты. Вот, и в контексте вот этого полученного нами опыта по проведению сделок в такие особенные времена мы, ну и с учетом того, что скорее всего ограничительные меры, которые влияют на бизнес, будут либо возоблены, либо продолжены. Посмотрим, как будет ситуация. Вот мы, в моей презентации я предлагаю рассмотреть, как вот такие ограничительные меры пандемия в целом влияет на каждый этап проведения инвестиционной сделки. Конечно, нужно помнить, что каждая инвестиционная сделка, каждая сделка МНЕ, она по-своего рода уникальная, имеет свои особенности, нужно все учитывать, да, и поэтому мы какой-то такой летим ориентир, но это не заменяет индивидуального анализа. Для начала, вот первый слайд, давайте вспомним все-таки с юридической такой точки зрения, как долго мы находимся и что именно влияет на инвестиционный рынок. То есть, такой рекеп, да. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса и инфекции COVID-19 пандемии, большинство стран вели у себя жестокие ограничительные меры, в частности, в тот же день правительство Украины прибегло к беспрецедентным ограничениям, которые мы именно будем говорить о тех, которые касаются бизнеса. То есть, была ограничена работа внутреннего транспорта, ограничены часы работы и порядок граждан банками, государственными учреждениями, нотариусами, запрещены массовые мероприятия, работателям рекомендовано было перевести, рекомендовано было перевести сотрудников на удаленную работу. Давайте не забывать, что все-таки запрета на, никогда не было запрета на работу вот в офисах, давай, ну, за все время карантина. Да, уже с мая этого года много стран начали ослаблять карантин до того, чтобы как-то возобновить экономическую деятельность, да. Но даже вот вчера генеральный директор ВОЗ был достаточно пессимистичен и сказал, что в обозримом будущем рассчитывать на возврат к тому, что когда-то считалось нормальным, не приходится. Конечно, ни у кого не возникает сомнения, что эти ограниченные меры будут иметь достаточно сильное отрицательное влияние на институционные сделки перед континентом и будут иметь серьезные последствия в будущем. Для того, чтобы как-то тоже вот какую-то сделать такую разбивку, да, я предлагаю поделить, чтобы понимать, вот, да, мы послушали сейчас много аналитики в плане процентов, что думает бизнес, а мы вот предлагаем разделить сделки в трех категориях, так и, ну, условно, да, и индикатором решили выбрать цвета светофора. Вот, первая категория сделок мы отнесем, это зеленая категория, это, кстати, также у нас есть сейчас вот эти вот списки по странам, у кого какая ситуация, так вот мы сделали такую категорию по сделкам. Зеленая категория относится к сделке, которые в период карантина не утратили, а даже стали более актуальными и привлекательными. Сюда мы бы отнесли те индустрии, которые во время карантина просто себя раскрыли, так можно сказать, это курьерские сервисы, производители средств индивидуальной защиты. Масочки. Да, я уверен, что все получали сейчас много спама от китайских компаний, которые продают маски и тому подобное, да, медицинских товаров, продукты питания, даже интересный факт, недавно прочитал, что даже производители велосипедов сейчас не справляются с возникшим спросом из-за того, что многие люди не хотят пользоваться общественным транспортом и выбирают велосипеды, поэтому сейчас производители велосипедов, просто у них бизнес не то, что расцветает, он просто в буме находится. Вот, примером зеленой категории является и наша сделка, которую мы проводили во время карантина. Мы представляли группу иностранных инвесторов, частных инвесторов из США, Великобритании и Швейцарии, и которые инвестировали в компанию, такой, скажем, стартап, украинский стартап в сфере диагностики инфекционных заболеваний. Как раз почему они нас очень сильно терапили, потому что они быстро переквалифицировались и начали заниматься тестами для ковида. Вот, сюда можно еще также отнести увлечение интереса к онлайн, всякому контенту, платформам. Вы знаете, что сейчас просмотрены на Netflix и на YouTube, бьют все рекорды. И наш тоже другой клиент, это канадская компания, очень сильно заинтересовалась и хотела в это время купить украинскую IT-компанию, компания, которая занимается разработкой контента, но имеется в виду 3D-студия. Вот, то есть в целом в зеленой категории можно отнести те сделки, в которых заинтересованность завершить ее, она со всех сторон. И, но при этом могут, конечно, возникать технические трудности, связанные с ограничениями разных стран. Вторая категория сделок, это желтая категория. Мы к ним, ну это опять же по нашему опыту, мы относим те сделки, которые являются долгосрочными, и на которых эффект пандемии, он и ограничительных мер, он имеет такой ограниченный эффект, ну не сильно сказывается, да. И эти, эти, такие сделки, они носят сейчас, конечно, неопределенный характер. Инвестора оценивают в какой-то мере влияние карантина на бизнес, той компании, в которую они хотят инвестировать. Наверное, медленно с принятием решений, но, тем не менее, негативного, так как нет такого прямого негативного влияния, они в этой сделке заинтересованы. И в нашем примере это, это стратегический инвестор из Азии, который, ну, начал уже прощупывать почву еще как раз в ноябре, да. И он был очень заинтересован в создании совместного предприятия в сфере обработки сельскохозяйственной земли, да. Да, как предвиделось принятие нового закона о сельскохозяйственной земле. Но в то же время тоже возникают, у них тоже возникают трудности с оценкой, да. У них возникают и, у них возникают такие же трудности, как и в зеленой, это вот чисто технические трудности в оформлении сделки. Так, третья категория сделок, это красная категория, так называемая, по-нашему. Это те сделки, которых вот инвестиции, предполагались тот бизнес, который непосредственно подвержен негативному влиянию пандемии и ограничительных мер. Из-за пандемии покупки инвестиций в такой бизнес были, скорее всего, отложены или даже в целом отменены на ближайшее будущее. Поэтому вот сейчас, ну, не самое лучшее время для инвестиций там в авиакомпании, кинотеатры, ночные клубы, гостиничный, ресторанный бизнес. В нашем примере наша сделка как раз в гостиничной ресторанной сфере, где вот просто от инвестора ничего не слышно. Мы представляем здесь продавцов. То есть это, ну, это, конечно, те сферы, где связаны непосредственно работой с потребителем, да. Но есть и позитивный, наверное, аспект для этой категории, то, что, ну, как позитивный, позитивный с точки зрения, наверное, инвесторов, не продавцов. Вот, в том, что эта категория может в конечном итоге превратиться и стать интересной для так называемых покупок кризисных активов, то есть distrust assets, да. И, соответственно, ну, может быть и там увлечение вот инвесторской активности. Вот. Ну, вот в таком контексте мы бы предложили бы рассмотреть, ну, исходя из нашего опыта, каждый этап проведения сделок. Первый этап это всегда начинается с согласования основных условий сделки. Здесь, кстати, мы тоже, у нас есть статистика небольшая, она основана не на опросах в Европейской Бизнес-Ассоциации, это проводил Гарвардский Бизнес-Лоу-Ревью, да. И, кстати, у нас некоторые коллеги проводили опросы инвесторов именно в том, собирается ли проводиться сделки M&A, да. Так вот, опять же, это все будет зависеть от того, какая категория будет сделки по нашей вот этой. Но если обобщать, то последние опросы аналитиков указывают, что 51% инвесторов поставили текущие сделки на паузу, в том, что тоже говорила Оксана, да, во время карантина. И как раз они это делали на начальном этапе, то есть если еще не было подписанного какого-то обязательного документа, то это как раз время остановить это и поставить на паузу, чтобы оценить потенциальные риски, как восстановление рынка, пересчитать и понять цену бизнеса. Поэтому, ну, соответственно, конечно же, сделки здесь откладывались. Вот непосредственно наши клиенты так и поступили в красной и желтой категориях, так скажем. Даже желтые хоть и были заинтересованы эти стратегические инвесторы, они сделали паузу для того, чтобы понять, ну, чего бизнес стоит. Вот сейчас вот в переговорах именно этот вопрос и возникает. Стоит ли тот бизнес того, о чем они там в ноябре приблизительно договаривались, да. И, соответственно, вносятся изменения в основные условия на данном этапе. Ну, а, конечно, некоторые инвесторы абсолютно отказались инвестировать. Но есть те, кто там, это около 12%, это, опять же, наверняка, те инвесторы, которые заинтересованы в бизнесе зеленой категории, наверняка, говорю, не бывает по-разному, но они вот именно как раз пытаются ускорить процессы, потому что они в какой-то мере уже где-то по рукам били, какие-то условия договаривались. Сейчас они становятся более выгодными за счет роста прибыли и доходов. Соответственно, они просили ускорять. Это, кстати, касалось вот нашей сделки, в котором медицинский диагностический центр, когда нас иностранцы постоянно звонили и просили ускорить сделку, но были, конечно, объективные для этого перепоны. Что же касается вот на этом этапе, что касается содержания так называемого меморандума взаимопонимания, основные условия, термщит называется, то здесь, конечно, будут в будущем изменения. Мы понимаем, что нужно будет рассчитывать сторонам на... Когда в этом документе обычно обозначаются сроки для проведения сделки. И здесь основное, что нужно учесть, что сроки могут быть значительно увеличены за счет всевозможных перепонов, задержек и тому подобное. Ну и, конечно же, тут специфически нужно сторонам урегулировать вопрос, что же будет в случае, если вот сделка не происходит, документы не подписываются с учетом, например, усиления каких-то мер. На следующем этапе, это когда стороны что-то подписали, какой-то документ такой предварительный, переходится, конечно же, к проведению дидиллодженса, независимой юридической, например, финансовой, технической по необходимости. Здесь особенностями этого периода является то, что... Ну, поскольку многие предприятия перевели всех сотрудников на удаленку, многие предприятия вообще заблокированы, нельзя собираться как-то там массово, да, больше 10 человек, например, то, соответственно, физическая комната, ну, она и так, конечно же, была уже менее популярна, чем виртуальная комната данных, вот, но это будет, такая тенденция будет усиляться, то есть дидиллодженсы больше будут проходить в виртуальной комнате данных. Также мы видим, что меняется из личных встреч с руководством, то есть один из компонентов проведения юридической проверки, это менеджмент интервью, то есть разговоры с руководством, да, и, соответственно, они будут тоже меняться из личных встреч на встречи в популярном Zoom, который мы сейчас проводим, или в Skype, Microsoft Teams, ну, в таком городе, да. Ну, и, конечно же, опять же, нужно учитывать, что проверки будут занимать намного больше времени, поскольку и так, вот, в случае со стратегическим инвестором из Азии, который хочет вложить в украинскую компанию в агром бизнесе, нужно, например, там проверить энное большое количество договоров с поевщиками, а это, там, ну, может быть, две тысячи договоров, да, то, конечно, что предполагать, что они отсканированы на момент, там, заключения основных условий не приходится, и нужно попросить, чтобы это сделали, и это может занять очень много времени, да, потому что иначе можно было бы поехать на место, проверить договора, а сейчас это приходится просить, переводить все в цифру, когда, ну, а некоторых предприятий это сложно ожидать, и, соответственно, ну, тут нужно понимать, что при всем желании юриста провести аудит или делать сейчас быстро, это будет сложно с учетом сегодняшних реалий. Ну, и с точки зрения того, что смотреть, опять же, что меняется, да, это нужно будет более детально смотреть, как именно пандемия, как именно вот ограничительные меры влияют на бизнес компании, да, и какие, не только с точки зрения бизнеса, а с точки зрения юридических всяких аспектов, например, страховые полисы проверять, какие-то нарушения каких-то обязательств финансовых, ну, то есть оценивать еще правовые какие-то вещи. Раньше там зачастую проверялось change of control, то есть как проверяется, как влияет на изменения собственника, да, то есть сейчас нужно еще вот именно такой специфический момент смотреть по времени юридических проверок. Подписание документов по сделке, оно может быть сейчас тоже затруднено, поскольку одновременное присутствие в одном месте всех сторон из разных юрисдикций в некоторых случаях вообще нереально, да. Владимир, я прошу прощения, слежу за вашим временем, у вас две минуты. Да, очень быстро пролетело. Хорошо. У нас есть к вам вопросы, поэтому когда мы уже перейдем к обсуждению, давайте я, давайте я... Хорошо, давайте я... Ну, у меня не так много на самом-то деле, но давайте я пробежусь. То есть, да, по подписанию соглашений очень возникают проблемы. У нас, например, такое возникло, как вот собрать пять сторон из четырех юрисдикций, США, Швейцария, Великобритания. Мы предлагаем подписание в такой двое этапа, по сути, подписание онлайн, для того, чтобы стороны как бы, ну, видели, что они вот вроде бы подписали. И второе, это обмен уже оригиналами. И такой, конечно, такой принцип нужно закреплять в самом договоре, чтобы договор был обязательный. Ну, тут, в принципе, можно не сильно не остановиться. У нас большие проблемы возникли, именно когда необходимо какое-то разрешение государственных органов или согласование договоров с банком, привлечение нотариусов. Здесь, как бы, поскольку нарушен их необычный режим работы, и сроки рассмотрения. Тут, такая наша рекомендация, в случае в том опыте, это записываться заранее. Возможно, если подать как-то предварительно документы онлайн, но иногда все-таки приходится записываться и подавать документы лично. Ну, и, соответственно, конечно же, нужно учитывать то, что все будет рассмотрено с задержкой. По условиям в сделках нужно, это всегда, оно будет всегда влиять на вот изменения, ну, уже сейчас, на будущее, наверное, не столько. То есть все уже понимают в той ситуации, в которой мы есть, и, соответственно, должны это учитывать. До этого, конечно, обсуждалось вопрос, является ли вот введение пандемии форс-мажором. Тем не менее, практика пошла, что это не стопроцентное применение, и, соответственно, тут надо быть осторожным. Ну, а в будущем нужно сторонам четко согласовывать, в каких случаях покупатель, например, может выйти из сделки, если, например, какие-то дополнительные карантинные ограничения будут введены. И последний такой слайд, это то, что, ну, в принципе, нужно учитывать при сделках инвестирования. Если инвестор привлекает финансирование, ему нужно, конечно же, будет проводить переговоры с кредиторами, и, ну, они будут пытаться воспользоваться ситуацией для того, чтобы увеличить свои какие-то доходы, да, и будут требовать дополнительные дополнительные меры обеспечения. Невозможно теперь понимать, насколько это будет выгодно. Соответственно, договоры с ними и договоры с компанией целевой должны учитывать, что финансирование в конечном итоге может быть неадократно. Ну, это вот так в кратце тогда, что касается тех, что касается того, как пандемия повлияет на сделки к инвестированию, подняться в пандемию. Продолжение следует... субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok